Многие люди пишут, где мы живем, когда мы живем, метки антихриста, уже там паспорта или еще что-то. Люди, мы живем во время пятой печати. До антихриста еще надо дожить. Я вам перечислил, что произойдет. Антихрист будет только после шестой трубы. Вы уловили? Только в шестую трубу треть человечества погибнет. А сколько произойдет до этого? Шестая печать, седьмая печать, шесть труб. Люди, очнитесь, придите в реальность и начните проповедовать, спасать людей. Какой антихрист? Кто-то услышал меня? Какие метки? Если вы хотите воскреснуть и царствовать со Христом. Кто-то говорит, о, ядерная война. То есть, по большому счету, она уже произошла, эта ядерная война. Уже столько уже испытали, уже так расшатали эту землю, уже столько с нее взяли, столько уже повредили. Что, в принципе, эти вулканы, они уже что сделали? Ожили. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Знаешь, эти землетрясения могут происходить по-разному. На сегодняшний день человек столько уже испытал и испытывает, знаешь, сегодня открывают, и говорят, эти кальдеры, эти супервулканы, например, в Америке есть, там, в других местах. И раньше не знали, и испытывали рядом с ними вообще ядерное оружие. Представляешь, да? А, например, один этот вулкан, он может заменить, там, 50 ядерных бомб, если рванет. То ядерная бомба – это детский сад по сравнению с этими супервулканами. Понимаете, да? И люди под водой, под землей, везде бомбят, до сих пор там испытывают везде эти войны и так далее. То есть они не хотят прийти к милости Божьей. Они не хотят прийти к любви Божьей. Не так далеко от этих всех вулканов, там, 300 километров, 150 километров, ядерные полигоны во многих странах мира. Проводят ядерные испытания в течение последних 50 лет тысячи взрывов. В Вулканной Корее даже действующий серьезный вулкан есть, проводят эти ядерные испытания, водородные бомбы и так далее. И говорят, да что-то ничего нет последние 50 лет, мы взрываем рядом с вулканами. Все нормально было. Было. Но в то же время это говорит, на самом деле, от чего все зависит. Вот бы на этих вулканах прям взрывают все эти события, эту землю мучают. И знаешь, ее держат. Все зависит от пятой печати. От того же, от чего был разрушен Иерусалим. Все от того же. Потому что не приняли Христа и не приняли волю Божью, не приняли детей Божьих. Все зависит от детей Божьих. Или они вымолят этот мир, будут они в реальности, будут они спасать этот мир, будут они проповедовать людям. Или они будут в нереальности. И потом многие из-за нереальности могут оказаться, что он уже и не дитё Божье. Он сын может быть компьютера, сын может стакана, сын сплетен, сын дьявола. Чего угодно. Но только не Божье. И всякий остров убежал, и гор не стало. Можете представить, что будет здесь? Это всё время, это всё этап, переход в новую эпоху. Это подобно, как когда был потоп, когда катастрофа на земле была. Вот то же самое. Все эти события будут, это как переход. Перед тем, как придут в кластье святые, и царствовать на земле будут святые и Христос тысячу лет. Гор не стало. Представляете? Перестройка земли будет. Все эти события. Это эпоха перед новой эрой. Весь этот процесс будет происходить. И мы живём в это знаменательное время. Скажем так, ты можешь как Ной стать. Это то, о чём пророчествовал Бог от самого начала. Дети Божьи, они воскреснут для новой жизни, для того, чтобы принять царство и для того, чтобы царствовать с Иисусом Христом вечно.